Вас приветствует Республика Саха, канал Юрейс Раша. Друзья, сегодня мы находимся в Якутске. В спорткомплексе Триумф. Сейчас мы возьмем интервью. Здесь с директором работает очень знаменитый человек. Павел Пенидин. Олимпийский чемпион. Трехкратный чемпион мира. Смотрите канал. Дальше будет еще интересней. Дмитрий Петрович Коркин. Здесь был очень знаменитый тренер. Который учился кстати в Санкт-Петербурге. Вот он воспитал столько воспитанников у него. Посмотрите. Олимпийских чемпионов. Чемпионов мира. Борцы его знают все. Посмотрите. Если захотите остановите и прочтете. Что этот человек. Где он учился. Кого он воспитал. И сейчас директор этого всего комплекса. Павел Павлович Пенидин. Вот стенка Коркина. Это очень фантастический станок. Ребята. Если у вас есть. Сделать такой же. Это очень сильно. Виталий попробуй. Вот такой здесь секретный станок. Ты можешь шире брать. Сколько можешь. Можешь куда хочешь. Писать там. Что хочешь. Валыч. Это я вот хотел для канала Ювайф Раша. Я продвигаю тяжелую атлетику. И вообще все силовые виды спорта. Когда в Советском Союзе. Я помню. У нас был зал тяжелой атлетики. Зал борьбы. Зал бокса. И мы всегда вот так все дружили. И все тренера из борьбы. Из бокса. Всегда своих учеников приводили через штангу. Мы туда ходим. То есть вот такая у нас была. Очень дружная семья. Сейчас конечно Карасовец развалится. Как-то потерялось это все. Но здесь вот. Здесь я что заметил. Находясь у вас неделю. Заметил, что здесь к спорту очень. Потому что видно, что руководитель. Для подписчиков я хочу просто рассказать. Павел Павлович Пенигин. Олимпийский чемпион Монреали. 1976 года. Трехкратный чемпион мира. Я хотел у вас спросить. Про вашего тренера. Дмитрия Коркина. Как он вас тренировал. Мне интересно. Не все его называют самородком. Он же сам не был таким великим борцом. Как вот у него проходило уроки? Ну. Одним словом. Это был. От первого талантливый человек. Один способный. Врожденный именно. Педагогом. Прежде всего. Учителем. Тренером по борьбе. И воспитателем. И хамут отцом. Но он был в самом деле в сути строгий человек. Потому что, как говорят. Спортивная школа-интернат. В те времена. В 70-е годы. В 60-70-е годы. Я попал в 67-е годы. Семьи девочки. Отбор был. Отбор был колоссально трудно. Попасть к нему. Тогда бум был борьбы. Потому что в 1964-м году Якульска проводился чемпионат РСБСР. Россия тогда. Российская Советская Федеративная Союзная Республика. Республика. Да. И четыре чемпиона в нашей республике. Из 10-ти весовой категории. И люди, народ воспринял эту больную борьбу. Потому что национальный борьба Хабсагай. Наша из предков. Очень похожа на больную борьбу. Но еще жуще. Одно касание и проиграл. И к осенью сам Дмитрий Петрович Коркин побывал в Токтической Олимпиаде. В 1964-м году. И он прямо загорелся. И что он был убежден. Видя, как там в Олимпиаде борются азиаты. И решил, что из Якутиан подготовить, воспитать. Вот такой самый высокий форм. Ну, то, что касается нашей темы. Он видел все это разносторонне. Самодеятельно делал тренажеры. Да, мы видели. Да, конечно. Сам выдумал. Каким группам мы сработаем. Понадобиться, пригодиться по вольной борьбе. Акцентирован на это. Название придумывал. Все это с дерева делал. Ну, тяжести. С помощью тяжести, да. И даже кино. Видя вот тогда «Спартак» же было кино. В Сауле крутится вот так. Обе стороны. И ныряет. Или прыгает. Чтоб снизу ноги не резал. И ниже, чтоб подпрыгать. Он так и делал, что это. Качалку вот так делал. Ага. И вот это, что ногу ныряет. Ну, чтоб. Движение. Да, это действительно друг был человек. Он творческий человек был. Вот его маленький статуэт. Великий, великий человек. И он воспитал вот трех олимпийских человек, да? Друг. Роман Михайлович. Друг. Он в 76-м году. Не выиграл 48 килограмм, а я через четыре года манерил 68 килограмм. Ну, что самое интересное, что тогда из десяти весовых категорий трое мы и ученики были. В одной команде. В сборной команде СССР. СССР. Трое в одной школе. Это очень сильно. Да, воспитали в одной школе. И все возвратились с медалями. Кост. Там очень сильно. Да. Правда, сколько его нет. Но он тренер, он юношеский тренер. Юнош. Да. Он не как сейчас некоторые тренеры стараются вот взял и до конца думаю вот чемпион мира я сделаю. Еще олимпийские игры. Такого не бывает. Он главное фундамент, основу заложил, притом разносторонний. Он никогда так сильно не форсировал, хотя в Новгородске разное было. Каждому отдельно подходил. Каждому человеку он видел, да? Видел, да. Он и славы, и сильную сторону видел и развивал, особенно сильную сторону, качество. Если у тебя землеза хорошая, тебе вот этот упражнение больше акцент дать. Вот я, допустим, председание, председание лучше, терость, он усиление даст председание. Ну, я образно говорю. И в этом упражнении вы своим талант еще выше планка поднимите. А если ты председатель меньше делаешь, чем он, ты только на этот акцент будешь, да? Ну, сравнивать будет. И потому самое, которое природное дано, вот это, природное качество, он этот, да, он не навязывал. Все стандарты этого не должны. Он не навязывал. Хотя все группы упражнений, группы приемов, группы техники делал, а кто-то вот так взял для себя, по своей антроматической данной. Он брал свою, ему которые пригодные. И ты, и ты, и каждый, и я, допустим, вот так, всесторонне развивал свои лучшие качества. Вот это было его, именно его, вот один из талантов, его величие. Да. И потом, тогда у нас в Якутии не было институт физкультуры. И он его всех отпускал после школы. Чтобы поехали учиться. Я в Киев полетел, кто-то в Москву, кто-то в Алмату, кто-то в Минск. Одна страна же была. И там продолжили. И там продолжили. И кто в хорошие почвы попадал, в хорошие условия, в хорошие тренеры, особенно тренеры, то развивался. И мне повезло в этом плане. А многие такие талантливые ребята были. Даже могу сказать, талантливые мне. Они попали куда? Да, они попали где почва. Не благодатный вообще. Ну, может, благодатный, но для него. Тут я могу поспорить, что каждому спортсмену свой тренер должен быть. Который в каждой месте. Даже великий тренер, и здесь великий спортсмен, ну, талантливый, они не могут сойти, может быть. Не могут и сорвать. Да. Когда мы выступали, я видел этот зал в Чуропче. И тогда я узнал об этом тренере. А вас я слышал еще в 76-м году. И даже знал, что вы в Киеве живете. Это вот как судьба, да? Когда я сюда приехал, когда мне сказал Алексей, я просто был в шоке. Для меня это было очень, как на самом деле Всевышний есть, да? У вас еще супруга олимпийская чемпионка. Ну, на полюк ответил. На 4 по 400 непревзойденный рекорд до сих пор. Да, да. Вот это очень приятно услышать. Вот для подписчиков я хотел, да. Поэтому, ребята, спасибо Павлу Павловичу Пенелину. Я думаю, вы много что хорошего узнали. Спасибо за внимание. С вами был канал Юрис Ваши. Спасибо. Молодец. Дыши, дыши, дыши. АПЛОДИСМЕНТЫ